Это замечательная, собственно говоря, радужная дырка. Охами! И приветствую вас, мои дорогие любители Азии! Ну что, вы готовы к странным новостям из Японии? И вы, наверное, еще не подготовились к этой тусе из Майами, которая приехала сюда, в Японию? Тогда готовьтесь! Давайте, одевайте на голову свои пирамиды, алюминиевые шапки и поехали! Я знаю, что многие из вас пропустили это скандальную, замятую новость из Америки, как некоторое время в Майами, в ТЦ, было вот просто все забито полицейскими машинами и окружено. Огромный ТЦ в Майами был окружен полицией, при том, что они, конечно же, говорили, что ничего такого особенного не происходит. Это просто, ну, молодняк нажрался, надрался и бегает с голопами по ТЦ, рушит, крушит и что-то там крадет, поэтому они решили устроить облаву. Такую прям, знаете, с вертолетами, с преследованиями тех, кто, в принципе, выехал, и странными звуками со стороны ТЦ, о которых мало кто знает, потому что, ну, алло, они просто оцепили всю территорию. О, о боже, вы пропустили этот момент? Ну, теперь вы в курсе, мои хорошие. Да, в ТЦ Майами крупнейшем была странная, так сказать, ситуация, которая говорит обо многом, потому что многие свидетели, которые проезжали мимо, говорили о том, что там были даже светяшеньки, то бишь неопознанные летающие объекты. Да, как вы думаете, почему эта новость не попала ни в одни новостные ленты, когда они так яростно пытаются хоть что-то сказать о том, что не происходит в государстве, что не касается денег или войны? Конечно же, они не будут говорить за НЛО, которое уже и там, и сям, и сям, и там, и на Новый год, и в Мексике, и не только в Мексике, везде отсветило своими замечательными летательными или не летательными аппаратами. Да, дорогие мои, и большая часть Америки больше чем уверена о том, что там были инопланетяне либо extraterrestrials, запомните это слово. Это слово не всегда применяется непосредственно только к импланетянам, но еще и к привидениям. И если вы впервые на моем канале, у меня здесь разного рода странные, собственно говоря, информатично, саркастично, ироничные, не для легкого и мяганкого сердца, в общем-то, видосики. Поэтому будьте осторожны, может попасть в самое кукурошеньку. А мы продолжаем. Представляете себе, да? Люди заминают информацию, при том, что другие пытаются слить, а СМИ это все, конечно же, пережевывает, дожевывает и выплевывает какие-то совершенно другие новости. Но что же привело эту новость ко мне сюда, в Японию? Да то же самое. В Японии, как вы знаете, год начался со странностей. Многие новости были замяты, многие новости были стерты с лица земли. Ну, как, например, по ножущину в метро. Интересненько? Ну, я как-нибудь расскажу, после того, как расскажу о том, как сбирать свои замечательные посылочки в Японии. Перейдем все-таки обратно к Японии. Как вы знаете, здесь уже произошло целых два землетрясения. В общем-то, аплитуды в 6 баллов. Одно из которых я максимально словила на пятерочку. Если вы пропустили это видео, я там все рассказала. А второе уже было здесь, когда я приехала обратно в Йокугаму. И получается, что вот в промежутке между этими землетрясениями и буквально несколькими днями позже, после происшествия в Майами, в той же самой, собственно, стороне замечательной Японии, а это там, где вот Таяма, вот вся та префектура по ту сторону. И именно в Таяме открывается вот такой замечательный портал, о котором никто ничего не говорит. Я понимаю, что сейчас многие такие сейчас говорить начнут, типа, из разряда. Я понимаю, стихо-тихо, дорогие мои биологи, географологи и многие другие, кто изучают ненатуральные явления, собственно говоря, природы и матери нашей, что там сейчас там столкнулся свет, преломил там какие-то капли воды в воздухе, да, это там стратосфера, мратосфера и так далее, и тому подобное. Я знаю, что многие из вас уже видели замечательные видео, показывающие, что что-то происходит на определенном слое нашей атмосферы. и она как-то странно блестит в определенных местах, открывая какие-то невероятные порталы. Вот такой портал открылся в Таяме. И мало кто его заметил, потому что люди думали, что это некая, так сказать, иллюзорная кривая радуга. Ну, я не знаю, насколько она кривая, но я так понимаю, что если это было буквально днем позже, после того, что происходило в Майами, кажется, туса из Майами решила потусоваться в Японии. Поэтому, мои хорошие, все те, кто находится на территории Японии, не забывайте предохранять свои мозги от вторжения инопланетян и всего остального. Мало ли как у чужой у вас подселится. И, конечно же, ну не забывайте вы следить за новостями, потому что странные вещи происходят везде. И заметьте, ни в одной новостной ленте Японии этого не показали. Вопрос также заминают, как в Майами. Как вы думаете? Напишите мне в комментариях внизу. Ну, а на этом замечательные НЛО новости заканчиваются. Не забудь поставить лаосик, не забудьте под питосик. Ну, а я обняла, приподняла и пока-пока. Не, ну честно, четко. Вначале идет, значит, землетрясение 6 баллов, потом туса, собственно говоря, в Японии, с которой происходит поножущая наш метро Япония, которую замяли. А потом, значит, еще одно землетрясение, а перед ним, заметьте, перед ним это замечательная, собственно говоря, радужная дырка в небе. Что? Ну, я думаю, можно официально заявить, да и, в принципе, американское, собственно говоря, правительство уже официально заявило, что инопланетяне среди нас. Наслаждаемся, наслаждаемся Новым годом! Новым годом!